Эту новомодную парикмахерскую ламберджеки, так называют мужчин с окладистой бородой, посещают часто. Правда, многие даже и не подозревают, что наличие растительности на лице сегодня в тренде. Но мастера бродобрее уверяют, некоторым лучше забыть про моду и вообще не носить бороды. Это как раз к вопросу о той длине, у которой у каждого есть идеальная, грубо говоря, борода. Для кого-то это ноль. Кому-то следует остановиться на ощутении, потому что дальше это будет выглядеть более скверно. Свою русую бороду Денис Карманов отпустил на спор. Поехал с друзьями на отдых, условились не бриться до конца поездки. Отпуск прошел, а борода осталась сбривать, стало жалко. Есть два лагеря, то есть те, которые, вау, у тебя борода, а другие говорят, ой, вот там нет, колешься, щекотно, все такое. Ну, по-разному на самом деле. То есть есть, которые любят, есть, которые не любят. Наведя марафет, мы с Денисом решили узнать у прекрасной половины человечества, брить или не брить. Да, мне нравится, очень симпатично. То есть вы любите мужские бороды? Не люблю, но кому идет, тому хорошо. Если чуть-чуть, то нормально, а когда так много, нет. Эту молодому человеку идет. Во всемирной паутине уже появилось много шуток, что ламберджек – это юный священник. В православии ношение бороды – это ветхозаветная традиция. В Библии даже есть указание, что человек не должен нарушать образ мужчины, созданный Богом. Штрафы за бритье бороды и усов ни на кого не налагаются. Но, в общем-то, если мужчина носит бороду, то церковь смотрит на это положительно. Так же, как не является и грехом бритье бороды, это, в общем-то, зависит от личного выбора человека. В тренде сегодня почти все знаменитости к ламберджекам приписывают оскароносных Джорджи Клуни и Джонни Деппа, знаменитого Росомаху Хью Джекмана. Чего уж говорить, если на саммите ООН обсуждали не выступление Леонардо Ди Каприо, а его бороду. Ну а рэпер Тимоти со своей бандой даже придумали песню для тех, у кого есть растительность на лице. Ее уже прозвали гимном бородачей. Роман Гальперин, Алексей Чудин, новости Телеобъектив.